Упрекнуть меня Человек, я обстоятель Зарабатываю прилично Выпиваю, но только по праздникам Регулярно с восьми до девяти часов вечера Воспитываю двух своих детей Чужие жены завидуют моей Люсе А она? Ну вот, пожалуйста, она только вздыхает при этом И нашла же в чем обвинять меня В отсутствии чувства юмора Нет, ну я понимаю Чувство долга Или там собственного достоинства Чувство патриотизма Или, не знаю, наконец, чувство супружеской любви Но почему я должен испытывать комплекс неполноценности Только потому, что у меня, по мнению жены Нет чувства юмора Ну, она вздыхает И жизнь моя теряет стабильность Я человек обстоятельный Если мне чего-то не хватает, я это что-то приобретаю Раз жена считает, что у меня отсутствует чувство юмора Это же непорядок Со всей присущей мне добросовестностью Я должен постараться обрести его Ой, что будет? Спрашиваю жену Ну, как мне приобрести это самое чувство юмора, а? Она как-то странно посмотрела на меня Вроде как бы жалеючи Нет, я человек спокойный Уравновешенный А тут начинаю выходить из себя Ну, ведь ты же, ты упрекаешь меня в отсутствии чувства юмора? Компрометируешь перед людьми? Упрекаю Компрометирую Ну, вот Никто больше не упрекает, никто не компрометирует Значит, только ты видишь, какого такого юмора не хватает мне У кого можно поучиться? Дорогой Ты общаешься с массой остроумных людей, но Что но? Это тебе не очень помогает Ну, значит, плохие учителя Ну, как врачи Он за границей Говорят, уже рак лечат А тут какому-то чувству юмора научить не могу Ой Ну, скажи мне, кого из заграничных специалистов по юмору ты можешь порекомендовать? Право не знаю Ну, ты же знаешь, ты знаешь, как начальство уважает меня Если надо, пошлют с профсоюзной делегацией в загранкомандировку И я поехал В Польшу К Стефании Градзенской Это лучшая специалиста по юмору Я встретился с Паней Градзенской И долго с ней говорил И она очень много смеялась И что-то постоянно записывала И если не я смешил ее, то кто же тогда? Я вернулся домой гордый и спокойный Ну, в поезде был сквозняк И я занемог Знаешь, мне что-то не здоровится Что с тобой? Не знаю, плохо себя чувствую А что ты чувствуешь? Болит Что болит? Все Мне, наверное, температура Да что ты Ну, вот возьми градусник, измерь Голова болит? Нет А горло? Да нет, нет Живот? Да нет, не болит живот Ну, что же у тебя болит, милый? Все Наверное, температура 39 с лишним Ой Ну-ка покажи градусник Пожалуйста 36,8 Ну, вот видишь Вот видишь Я же говорил, что у меня температура 36,8 это не температура Для меня Для меня это высокая температура У меня всегда бывает только 36,6 Ох, я ужасно себя чувствую Может быть у тебя насморк? Да? Возможно Да-да-да, по-видимому насморк Вот даже у нас ущекочет И знаешь, скажу тебе по секрету Я предчувствовал, что заболею Ай-яй-яй, бедный ты мой Ну, не волнуйся От насморка не умирают Ах, так? Благодарю за информацию Это известно, что не умирают Но, однако, признайся Ну, признайся, что с таким организмом, как мой Даже Даже насморк опасит Да-да-да Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да К тому же на будущей неделе я должен ехать по служебным делам Кто поедет вместо меня? На следующей неделе сам поедешь Сто раз еще успеешь поправиться Это как сказать Может, поправлюсь, а может, нет С насморком никогда не знаешь Как все обернется Ой-ой-ой Слушай, а не лучше ли мне посоветоваться с врачом, а? С такими пустяками не обращаются к врачу Насморк не пустяк Он запустишь, перейдет в воспаление легких А я не могу себе этого позволить Ой, Господи, кто знает Не молча, Слава, у меня уже воспалительный процесс, а? Ой Нет, я чувствую внутри О, какие-то хрипы Слушай Перестань внушать себе всякий вздор При воспалении легких бывает высокая температура А у меня что? А у меня что, низкая, да? Яр? Я же весь горю Весь горю Ну-ка, дай как градусник Да ты только что его и измерял А я чувствую, что температура поднимается Дай градусник Ну-ка, покажи, покажи, покажи 36,8 Нисколько не поднялась Тем хуже Значит, организм перестал бороться Ой, Боже мой, да не будь ты нытиком Что с тобой, а? Поспи И все пройдет Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Ну что, сделай скорее Холодный компресс на голову Она сейчас заболела? Еще нет, но сейчас заболет Дай аспирин Ну, на-на-на-на-на-на-на-на-на Нет, я не могу глотать Да что это? Не могу откашляться А дышать не могу Что с тобой? Мне худо Холодный пот выступил Ну-ка, покажи Ой, да ведь это вода от полотенца Ну, забери его При воспалении легких Не полагает за холодных компресс О, Господи Ой, как я себя ужасно чувствую Ну, дай мне что-нибудь Ну, что тебе дать? Ну, что-нибудь Ну, что-нибудь, чтобы помогло Ну, перестань ныть Прошу тебя, перестань Столько разговоров с этим насморком Вот Вот даже некому подать мне стакан воды Нужно умереть в этом доме Ведь никто не посочувствует Скажи, пожалуйста Скажи, а скарлатина у взрослого человека всегда смертельна? Да Ну, вот видишь Скарлатина начинается с насморка Мне не хотелось бы ложиться в больницу Да ты с ума сошел С насморком и в больницу Для тебя это только насморок Боже мой Боже мой Как меня трясет Нет, температура поднялась Это точно Подожди, я измерю Ну, измерь, измерь, измерь Ну Ну-ка, давай, давай, давай сюда Покажи 36,7 Что? Сколько? Слушай, недавно же было 36,8 Ну и что же? Температура же начинает прыгать Слушай, на всякий случай Приготовь пенициллина Ну, хватит дурака валять С этим глупым насморком Ты весь дом перевернул вверх ногами Ох Уже устала Нет ничего хуже больного мужчины в доме Ну вот Вот ты сама же говоришь, что я болен, а? Это же что, очень заметно по моему лицу, да? Да Что, неужели я так плохо выглядел? Ужасно На тебя жалко смотреть Правда? И ты уверена, что я серьезно болен? Безнадежно Но ведь Ведь ты же утверждала, что у меня только насморк И отсутствие чувства юмора С этого И начинаются самые страшные болезни Какие болезни? Все Завороткий шок Холера Чума С насморком? С насморком И с отсутствием чувства юмора Погоди, погоди, погоди А ты убеждена, что у меня насморк? Ты сам об этом говоришь? Я? А кто первый сказал, что у меня насморк? Ну вот Я вовсе не уверен, есть ли у меня насморк или нет В таком случае, что с тобой? Со мной? Ну ничего особенного Но ты все время утверждал, что плохо себя чувствуешь Ну и что? Иногда лучше, иногда хуже, как всякий человек А что-то удивительно А ты вдруг начинаешь, что я болен, болен Тебе не стыдно? Это ужасно Ты ничуть не изменился Польша не помогла Люся Люся, я же все понял Польское чувство юмора специфичное И ты его не понимаешь Вот пани Городзенская от моего чувства юмора была в восторге Аж плакала от смеха, а ты только вздыхаешь Пожалуйста Но я человек обстоятельный Если решил, что-то добьюсь обязательно Может, есть где-то местечко, в котором чувство юмора родственно нашему, а? Чтобы ты его тоже понимал, а? Правильно Правильно, миленькая Скорей поезжай в Болгарию В Болгарию, Болгарию Там в Габрове, говорят И воздух юмором напоем А ты все-таки дышишь Дышу Дышу И ведь допекла она меня Решил поехать Но я человек обстоятельный Ничего не делаю без подготовки Кто знает, в какую лужу можно сесть с этими юмористами Перерыл я гору литературы и понял, что надо мне посоветоваться С болгарским писателем Радоем Раллиным Написал ему Спросил, что за город такой Габрово Чего ждать мне от своей поездки Может, посоветует, что? Радоем Раллино ценил мой серьезный подход к делу И ответил так же со всей ответственностью Дорогой друг Проезжая через Габрово Ты можешь встретить там людей с самыми различными пороками Но никогда не столкнешься с маньяками Людьми с больным самомнением и манией величия Снобами и выскочками А Габровские анекдоты в состоянии рассмешить все человечество Ведь смех остается самой стабильной валютой всех веков и народов Не отправляйся без него в путь Приезжай Я ничего не понял Но если вы думаете, что я на этом успокоился Вы глубоко ошибаетесь Дай, думаю, посоветуюсь с нашими отечественными писателями Но вот с кем? Писатель-людовед и душелюб Евгений Сазонов отпал сразу Потому что он по слухам все же решил осмотреть Лувр Значит, он в Париже Горин только и делает, что отвечает на письма читателей клуба «Двенадцати стульев» Да и не нравятся мне их рога и копыта А вот Георгий Гуля Сразу видно, человек добрый Он поймет И действительно Он встретил меня прекрасно Я передал ему письмо Ралена Он усадил меня за стол И неторопливо потекла наша беседа Радуй, мой друг И я с ним вполне согласен Более того, в меру своих сил я постараюсь развить его мысль Потому что я тоже немного знаю габровцев Одни делят человечество на добрых и черствых людей Другие на болтунов и молчаливых Которые умеют держать язык за зубами Третьи на щедрых и крохоборов И так далее Я бы подошел к этому делу совсем с другой стороны Как кто понимает шутку Кто как смеется А что, разве смех не может служить эталоном? Я утверждаю, может, да еще как Почище, чем тот платиновый метр Который хранится в Париже В прохладном подвальчике Да, но вот габровцы... От поездок в Болгарию у меня сложилось твердое убеждение По-моему, здесь смеются все И ты вместе с ними Или сначала ты, а потом они, твои собеседники Или наоборот, сначала они, а потом ты В первом случае каждый может убедиться в том Что ценят здесь каждую шутку Каждое смешное слово А во втором, что твои друзья имеют Прозапас такое количество острот и шуток Что могут расточать их без всякой экономии А... Габров... А город Габров Находится в центре Болгарии Недалеко от Казанлыкской долины роз Думаю, что весной аромат цветов Добирается через Шипкинский перевал До Габровских улиц Может быть, именно они, эти розовые флюиды Особо воздействуют на смехочувствительный аппарат габровцев Вызывая встречный поток нескончаемого юмора Во всяком случае, не мешало бы специалистам по смеху Доискаться того самого кладезя шуток Которые вполне способны рассмешить все человечество Простите, а вот... Но вот однажды в Абхазии в давно прошедшие времена Выбирали деревенского старосту Кто-то назвал имя некого Кутата Старый пастух, которому, возможно, было уже сто лет Сказал решительно Нет Почему же нет, спросили его Пастух отвечал Кутат очень скуп Напротив, закричали со всех сторон Напротив Верно, он с удовольствием угостит вас И вином, и сыром, продолжал пастух невозмутимо И курятиной, и телятиной Но самое дорогое он припасет для себя На самое ценное он очень скуп А что же это за ценность такая? Приступили к пастуху, собравшиеся на сход Золото, серебро Бери выше Алмазы? Еще выше Ну что может быть дороже алмазов, удивились люди Смех Ответил пастух Кутат безумно скуп на смех и на шутки Нельзя такого человека выбирать в старосты Подумали сельчане, подумали И не выбрали в старосты скупого на смех Кутата По-моему, они поступили очень правильно А Габрова... Вот в первый свой приезд в Софию Я записал несколько побосенок о хитром Петре Хитрый Петр, вроде нашего Иванушки-дурачка И так же, как Иванушка, вовсе не дурачок Правда, хитрый Петр беден Но это делает еще более смекалистым и остроумным А Габрова... Ну вот, а потом в поездках из Софии в Плевен, Варну, Бургас, Пловди, Фродоп и Мелник Мне рассказывали анекдоты о габровцах Чтобы оценить габровские шутки, не обязательно съездить в Габрово Но совершенно необходимо дружить со смехом Любить и понимать смешное Вот некий габровец, рассмешив в ресторане официантку, попросил у нее сдачу Ибо она смеялась, что называется, от всей души Ведь ясно же, смех дороже денег Поэтому хочется повторить совет писателя Радуэ Раллина Не отправляйтесь без смеха в дорогу Так всегда и поступают габровцы Подавая достойный пример всему человечеству Я ничего не понял И стал выспрашивать всех своих знакомых, которые побывали в Болгарии Что они знают о габровцах? Что они мне наговорили? Да, ты знаешь, дружище На ночь габровцы останавливают часы, чтобы не изнашивались части Они обрубают кошкам хвосты, чтобы дверь за ними закрывалась быстрее и не остывала комната Они режут хвосты и лошадям, чтобы те не расходовали напрасную энергию Они так солят в облу, что с одной рыбой съедают по три каравая И хватает им этой еды на целую неделю Все зажиточные габровцы записались в общество защиты животных Чтобы отказывать своим женам в шубе Чтобы не платить трубочисту, они бросают в трубу кошку с горящей газетой, привязанной к обрубку хвостов А нанимая квартиру, они выбирают, чтобы окна выходили к уличному фонарю Покупая что-нибудь, они просят завернуть в свежую газету Ночью они зажигают лампы в курятнике, чтобы куры думали, что расцвело и неслись еще раз Они не покупают гладкие чурки, потому что от них мало тепла Покупают сучковатые, и пока их колют, греются Арбуз и дыню они не одалживают соседям, потому что дашь с тонкой коркой, а вернуть-то могут с толстой Они не напрягают понапрасну память, а помнят только тех, от кого получают выгоду Когда не угощают чаем, то накрывают ножи, чтобы нельзя было брать масло А в куриных гнездах они делают дырки и под ними прилаживают мешочки Курица снесет яйцо, оно попадет в мешочек Нискушка покудахчит, увидев, что яйца нет, и опять садится на гнездо Да, ну вот еще что Когда были в моде веера, бережливые габровки раскачивали перед ними головой Давая лошадям стружки, они надевают на лошадей зеленые очки Пусть думают, что это сено Когда они варят устрицы, не выбрасывают скорлупки Нанизывают их на веревку и варят с ними суп много раз Потом всю гирлянду вешают на стену Теперь ее можно одолжить соседям А перед приходом гостей они завешивают зеркала, чтобы не изнашивались И вообще, моду на узкие брюки, мини-платья и короткие пальто Безмоторное воздухоплавание, спички с одной головкой Однокопеечную монету и режим экономии электроэнергии Все это придумали габровцы Рассказывая о габровцах, все эти люди как-то нехорошо хихикали Ну скажите, ну как можно верить таким сплетням? Разве может существовать целый город с таким населением? Хе-хе-хе, меня этим не напугаешь Я написал Раду Юралину, чтобы он встречал меня и сел в купе международного вагона В вагоне сидел человек и рассматривал фотографию Мы разговорились, и я спросил его, кто снять на карточке Мои близнецы Но ведь тут же один ребенок Достаточно Второй очень похож на него Если это был юмор, то я его не понял и сразу догадался, что он иностранец Простите, а вы откуда? Я? Из Болгарии Хм, вы знаете, в ваших словах о фотографии мне показалось что-то очень знакомое Ясно Вы читали что-нибудь о габрове? Неужели вы габровец? А кто же еще? И он стал рассказывать одну за другой историей Что же вам рассказать о габровцах? Ну, вот, например Сколько стоит этот номер? Спросил у администратора габровец На первом этаже 10 левов На втором 8 На третьем 6 И на четвертом 4 Габровец подумал, подумал И направился к выходу В чем дело? Вы считаете, что у нас высокие цены? Нет Гостиница ваша слишком низкая Ну, хорошо Вот вам еще история Друзья собрались поиграть в карты у одного габровца Когда пришло время обеда Хозяин сказал Ну, хватит Поиграли Теперь давайте разойдемся И перекусим В свой предсмертный час Врач попросил жену Обязательно поставить на его могиле Памятник с надписью Жена Чистокровная габровка Решила сэкономить И прибила на могильной плите Надпись с дверей их дома Доктор Габанков Прием больных с 9 до 11 У одного крестьянина Из деревушки неподалеку от Габрова Заболела жена Ему не хотелось тратиться на лечение Но самочувствие жены резко ухудшилось Делать было нечего И он под вечер отправился в город за доктором Однако по дороге вспомнил что-то Вернулся И крикнул жене Пэна Как только почувствуешь, что умираешь Погаси лампу Чтоб не горело напрасно Сосед пришел к деду Миню одолжить денег Не вернув первого долга Старик выслушал его И указал на ящик стола Иди, мол, и отсчитай, сколько нужно Но тут нет никаких денег Возмутился сосед Выдвинув пустой ящик Были бы, сказал ему дед Миню Если бы ты вернул первый долг После тяжелой работы Габровец сел у себя в мастерской перекусить Взял бутылочку с растительным маслом Вытащил пробку И стал мазать ею по кускам хлеба Слуга попытался было тоже взять эту пробку И помазать свой кусок Но мастер ударил его по рукам Пробкой будешь мазать, когда станешь мастером А сейчас тебе достаточно, что твой хлеб лежал в тени от бутылки Бутник, проходя через Габрова Увидел памятник посреди реки И спросил, кому он поставлен Рачо Ковачу Основателю города А почему его поставили в реке? Чтобы сэкономить место в городе Ну, каково? Смешно Смешно? Ну что ж, тогда пойдем дальше Габровец хотел поставить надгробный памятник На могиле своей тещи Есть ли у вас что-нибудь подешевле? Спросил он в похоронной конторе Есть одна плита Но на ней выгревано другое имя Ничего Давайте Моя покойная теща не умела читать Габровцу надо было починить свои ворота И он отправил младшего сына к соседям попросить топор Вскоре ребенок вернулся Сосед солгал, что у него топора нет Возмущенный отец сказал сыну Черт с ним, с этим скупердяем Принеси наш из погреба Иван, ты получил мое письмо? Какое? То, где ты просишь сто лево взаймы? Да А, этого письма я не получал Чего ты плачешь? Спросил прохожий у ребенка Который плакал на центральной улице Мама дала мне лев А я его потерял Ну вот тебе, лев, не плачь Мальчик взял монетку И заплакал еще сильнее Ну чего ж ты теперь-то плачешь? Если бы я не потерял лев У меня было бы целых два Пожилой зажиточный габровец На смертном одре попросил позвать священника Но его сын не спешил Рассчитывая, что все обойдется и без исповеди Однако старик продолжал настаивать на своем И сын вынужден был отправиться за попом Священник увидел в окно, что кто-то ходит вокруг его дома Он позвал юношу и спросил, кого он ждет Тот обо всем рассказал Но почему ты не постучался? Упрекнул его священник А вдруг старик уже умер? Нет, я уверен, что пока вы не придете, он не умрет Я пообещал, что когда вы придете Вы вернете сто левов, которые ему должны Габровец привел свою жену к врачу Чтобы тот вырезал на нее гланты Это надо было сделать, когда ваша жена была еще ребенком Сказал врач после операции Неужели? – удивился Габровец Весьма вам благодарен Тогда отправьте счет за операцию моему тестью Габровец заболел Собрал последние силы, слез с постели Стал на колени перед иконой и взмолился Если пошлешь мне выздоровление, Господи То я продам коня и поставлю тебе свечку на все деньги Случилось так, что Габровец выздоровел Хочешь, не хочешь, надо выполнять обещания Думал Габровец, думал Потом сунул курицу в сидельную сумку И повел коня на базар «Продаю коня за два лева!» – выкрикнул он «Коня за два лева!» Собрался народ Сбежались покупатели на такой дешевый товар «Только продаю его вместе с курицей, которая стоит 200 левов» – пояснил Габровец После продажи он пошел в церковь и купил свечку за два лева За цену коня Ну, а теперь как, дорогой друг? Каковы габровцы? Ну, вот вам тогда еще история Официант подбегает к хозяину ресторана и говорит Этот клиент жалуется, что он обнаружил в еде улитку Габровец, владелец ресторана, отвечает «Хорошо, впиши ее в счет» Габровцы-молодожены приехали в Рим Спросили в гостинице, сколько времени понадобится, чтобы осмотреть весь город Им объяснили, что на это надо минимум четыре дня И очень удивились, когда через два дня Габровец стал выписываться и попросил счет «Как же вы успели так быстро ознакомиться с городом?» «Очень просто», – ответил Габровец «Жена моя осматривала одну половину города, а я другую А когда вернемся в Габрово, расскажем друг другу обо всем, что каждый видел» Ха-ха-ха-ха Христианин из Габровского округа зашел в один столичный магазин, чтобы купить соломенную шляпу Ему понравилась одна дорогая шляпа, которую он принял за соломенную Спросил, сколько она стоит «Тридцать левов», – ответил продавец Габровец подумал, что продавец шутит, называя такую большую сумму И чтобы не остаться в долгу, спросил «А где дырки?» «Какие дырки?» – удивился продавец «А те, откуда будут торчать уши осла, который даст столько денег за эту шапку» Ха-ха-ха-ха Купил Габровец автомобиль При расчете было принято недоплачивать какую-то сумму в качестве гарантии Не прошло и трех дней, как продавец получил автомобильную сирену со следующей запиской жены покупателя Возвращаю вам сирену, так как мой муж после небольшой тренировки научился сигналить сам вместо сирены Ее стоимость полностью покрывает наш долг, так что мы в расчете Я никак не мог понять, как это можно рассказывать такие вещи о своем городе Но все-таки время мы скоротали быстро, и мне еще сильнее захотелось побывать в Габрове В Софии меня встретил Рады Ралин Он узнал меня по двум газетам, которые я держал в обеих руках Здравствуйте Добрый день Вы не один? А, это мой попутчик, Габровец Здравствуйте И до свидания, я пошел на такси Ну что ж, дорогой, будьте здоровы, приезжайте в Габрово, посидимся Непременно, до свидания, до свидания А вы знаете, чем кончится эта его поездка на такси? Вряд ли Если шофер незнаком с Габровцем и алчен, то его обдурят Как это? Доехав до места, Габровец выйдет и станет ощупывать себя, что я наделал Растерял в машине все деньги, выкинь сейчас же все мои монеты Шофер с места рванет вперед, а Габровец улыбнется и свернет в нужную ему улочку Все незнакомое, какое-то иностранное Но вскоре Ралин чертыхнулся, осмотрел свой башмак, извинился и сказал, что нам придется зайти в ремонтную мастерскую И вот здесь-то, в сцене свидетелем которой был я сам, на меня пахнуло чем-то родным и знакомым Обувь промком, ну вот, здесь Только бы починили быстро и ремонт совсем пустяковый Подметка чуть-чуть отстала, ну, минутное дело Вот окошко справки Добрый день Добрый день Добрый день, товарищ, добрый день Ну, сама вижу, что не ночь, не вам меня учить О, спустила петлю, что вы хотите? Я пришел починить ботинок Ну, так и чините, кто вам говорит, что не надо чинить, чините Фамилия? Рады Ралин Живете в Софии или в сельской местности? В Софии В Софии Номер паспорта? Ф.Е. 38-31-45 Выдан 27 апреля 1952 года А починка нужна срочно или зайдете через две недели? То есть, как-то через две недели У меня же это единственные пары Совсем пустяшный ремонт Да нет, я подожду Ну, тогда возьмите вот эту квитанцию и идите Вот как, ну, срочный ремонт Тридцать один, тридцать два, тридцать три Вот срочный ремонт Здравствуйте Здравствуйте Будьте повежливей Что у самой уши кричите Здравствуйте Здравствуйте, говорят в окне справка Здесь чёрным по белому написано срочный ремонт Мы работаем быстро по деловому Отвечать на приветствие нам некогда Ваша фамилия? Рады Ралин Рады Ралин откуда? Из Софии Номер паспорта ФЕ 38-31-45 ФЕ 38-31-45 От 27 апреля 1952 года Ремонт каблуков или подмёток? Подмётки Возьмите квитанцию и пройдите как, ну, подмётки Подмётки Здравствуйте То есть, я пришёл... Слушаю вас, гражданин Мне надо починить подмётку Вы уже были в окне справки И в окне срочный ремонт? Был И что вам сказали? Ну, чтобы я шёл к вам А квитанцию дали? Вот Так Заполните вот этот бланк собственноручно Укажите фамилию, имя и отчество Место жительства и место работы Семейное положение Поданство, партийную принадлежность, номер паспорта И вот в этом уголке распишитесь Ну, хорошо Извините, гражданин Не знаете ли вы название большого итальянского города Которое начинается на букву М И кончается на букву Н Милан Милан Подходит Спасибо, я уже половину кроссфорда решила А я потерял уже уйму времени В природе ничего бесследно не исчезает Как? Вы уже заполнили бланк? Дайте проверю Эту графу вы не заполнили Да нет же, смотрите, вот здесь Какую подмётку вам надо починить? Правую или левую? Левую 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 Теперь пройдите направо к окну левые подмётки Постойте, не забудьте квитанцию Левые подмётки Ваша фамилия? Рада Иралин Из Софии или из сельской местности? Из Софии Какой области? Как какой? Софийской? Номер вашего паспорта ФЕ 3831-45 от 27 апреля 1952 года А у вас подмётки кожаные или из каучука? Кожаные Пройдите к окну кожи Меня направили к вам Квитанция есть Да мне только их и выпили совуют Фамилия Рада Иралин Из Софии или из сельской местности? Из Софии Какой области? Софийской Района? Софийского Номер паспорта ФЕ 3831-45 от 27 апреля 1952 года Сменное положение? Женат Есть дети? Двое Какой возраст? Одному 10, другому 4 года Подмётку подбить гвоздями или шпильками? Шпильками Тогда пройдите с этой квитанцией Коколочку Шпильки Здесь окно шпильки По-моему, тут чётко и ясно написано Вы что, не верите? Может быть, вы не верите и в наши промышленные комбинаты? Да вы не философствуете Ответьте мне, где окно шпильки? Что за подозрительность? Откуда вас направили? От окна кожа Квитанция есть? Да, есть Без нервов, гражданин Здесь не нервная поликлиника Такое возбуждённое состояние можно объяснить только недовольством существующими порядками Скажите вашу фамилию Но я уже говорил Говорили, да не мне Скажите фамилию, имя, отчество Рада Иралин Где родились? В Софии, Софийском районе, Софийской области Шитель Софии? Да Дети есть? Да Номер паспорта? ФЕ 38-31-45 от 27 апреля 1952 года Я тебе проверю Вот Ну это уже ни на что не похоже Будьте вежливее, гражданин Мы ведём строгий учёт, а вы мешаете нашей работе Это отражается на выполнении общегосударственного плана Да я-то не мешаю Вот вы действительно тормозите выполнение плана Я уже полчаса мотаюсь между окнами Можете жаловаться Напишите всем газету Мы только благодарны будем за критику А сейчас немножко терпения И гражданской сознательности Присядьте, пожалуйста, вот на этот стул А я распоряжусь, чтобы вам починили ботинок Алло Скажите Петчикову Пусть он поручит Натеву Дать задание сапожнику срочно починить ботинки Левая подмётка, кожа шпильки Садитесь, гражданин Видите, как быстро На, вижу Где клиент? Минуточку Меня зовут Радой Ралин Родился в Софии Софийском районе Софийской области Житель Софии Женат Не судим Паспорт номер 38-31-45 А 27 апреля 52 года Самый большой город в Северной Италии Милан А если ты ещё что-нибудь спросишь Я в тебя запущу ботинком и чини его хоть месяц, а я буду ходить в одном Теперь выписывай квитанцию Нет, это не наше дело Мы ничего не выписываем и никаких вопросов не задаём Это их дело, а мы работаем Неужели правда? Ну, погляди Вот здесь подмётка чуть-чуть отстала Дело-то пустяковое А если сейчас не починить, через день-другой совсем отвалится Известное дело Но мы этот план выполняем Давай ногу Так Всё Готово Готово? Угу Браво Нет, и как быстро Я сейчас заплачу Сколько стоит? Починка? Шесть левов Что? Шесть левов? Что-то очень дорого Как же это? Три шпильки и шесть левов Три шпильки И шесть квитанций, гражданин Вот в этом-то всё и дело Да Ха-ха-ха На Поезжай в Габров Сказал мне Район Воздух там действительно пахнет смехом Домой вернёшься Другим человеком Только помни В жизни всегда есть место юмору Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова